Привет! Давай смотреть ВДФ, новый видос. Давно не было ни роликов, ни моих реакций. Будущие реакции на этот канал зависят именно от тебя. Поэтому, если ты хочешь их видеть, то, пожалуйста, поддержи эту реакцию своим комментарием или же лайком. И если актив под этой реакцией будет не сильно большой, то значит на гейм ВДФ, к сожалению, мне реакции придется на канале приостановить. Давай смотреть ролик. Начало, конечно, видосы грустные, но сам видос, думаю, настроение не подниму. Какие дела, народ? Хочешь стать чемпионом ЕС и крошить хлебальники налево и направо? Блин, я вспомнил, понял. Тогда это видеопособие для тебя. Я выбрал идеальную формулу, как действовать в бою так, чтобы не оставить сопернику ни шанса. Погнали. Ну, во-первых, регулярные тренировки, выносливость и отработки коронных ударов. Что вот это было сейчас? Это как бы база, без этого никуда. Запомнили. А теперь непосредственно к бою. Основная задача в первых раундах это просадить дыхалку соперника. Поэтому заходим сопернику за спину и начинаем жестко его общекотать. Что? Интересно, конечно. Он собьет свое дыхание. Дальше наша задача поработать коленями, но не по корпусу, а по воздуху. Мы должны избить кислород, которым он дышит. Тогда воздух будет испорчен, ему будет тяжело дышать. Посмотрите, как просаживается стамина. Я знаю, о чем говорю. Избиваем руки и так же методичным удохаем молекулу кислорода перед его носом. Ну и самое главное это восстановиться в перерыве. После гонга мы тут же переворачиваемся. Ноги сверху, руками подкачиваем кровь к легким и не дышим. Потому что воздух в октагоне отпил. Жесть, конечно. Второй раунд. Ваш оппонент понимает, что дышать ему просто нечем. Поэтому он постарается вас как можно скорее финишировать. Нам важно пережить эту атаку и получить как можно меньше урона. Поэтому я рекомендую начинать этот раунд за пределами ринга. В боючись у соперника мало шансов вас нокаутировать. Блин, ну ты больше растлинок напоминает, знаете? Там же человека с ринга выкидывал. Это не только... Элементарно. Работаем в партере, не забываем пробивать в воздух иногда. Но будьте аккуратнее, можно выходить в бороду прям сквозь сетку, если с вами дерется дэдпул или хазбик. Вообще, если соперник я сбил с ног, то важно уметь быстро подняться. Советую отработать вот это движение. Третий раунд. И здесь я предлагаю просто отдохнуть. Вспоминаем правила, что лежачих не бьют. Просто отдыхаем на конвасе, набираемся сил. Уже даже прикемарить минут пять. А чтоб сон был крепче, можно в начале раунда чутка приоткрыть бороду и... Только постарайтесь троечку не пропустить, а то так можно и будильник проспать. Кстати, забавно... Только тут я увидела бойца в леггинсах, потому что обычно все там в шортиках. Главное не вестись на всякие вот эти вот провокации соперника. И помните, главное правило, что лежачих не бьют и просто кайфуют. Карусель, карусель. В общем, отдохнули, переходим к четвертому раунду. Здесь было бы неплохо забыть о правиле, что лежачих не бьют. Весь раунд лупить вражину пяткой. Пятка, очка, всемогущая. Он даже ему не дает встать, бедному. Это больше напоминает игру, в которую Мормок все время играет в VR. Как он там издевается над модельками. Соперника мы обработали, стамину просадили, пяточкой прикормили. Время красивого нокаута. Тут вариантов, честно говоря, валом. Чувак? Ну или как-то так. Также можно вспомнить правила Mortal Kombat. Выучил один прием, который работает, спам его, пока враг не ляжет. Блин, дожизненно! Я также в такие игры играю, но не Mortal Kombat, но подобные. Ведь работает же! Почему бы не использовать? Это уже какое-то безумие. Но лучше всего и красивее будет сделать вот так. Мы аккуратненько ногами раскручиваем оппонента и втыкаем его в пол. Что? Пока он дезориентирован, встаешь. На самом деле, я бы посмотрела на такой бой в реальной жизни. Готовишь фирменную вертушку от сетки. Ой, а что с чем-то? Ты чемпион, поздравляю, не забудь как-нибудь красиво отпраздновать победу. Тут тоже как-то без перегибов. Все видели в сериалах моменты, как людей разводят на бабки уличные мошенники с моборсками. Короче, лайфхак, как жестко пранкануть такого. Блин, жесткий же момент все-таки был в сериале. А мы, если что, сериал вместе посмотрели на Бусти, поэтому можешь заглянуть туда. Водилу, он этого точно не ожидает. В пустой коробке пранк. Для пранка нам понадобится друг на машине, который припар... Утюг вместо руля? Коется неподалеку. Итак, погнали. Находим фокусника и прикидываемся его жертвой. Играем по его правилам. Несколько раз проигрываем. Просим еще попытку. И в тот момент, когда он уже расслабился... Ну вот, собственно... Конечно, совести у таких людей нет, но это слишком жестко. Вы заплатили за три игры, а сыграли всего две. Что делать, когда заметил растяжку в Battlefield 1? Главное, не паникуем. Аккуратно отходим на безопасное расстояние и... Само разминировалось. Блин, чайные-то помогут тебе раздефать. Результат все равно один. Вообще, основа успеха в шутерах... Вот знаете, зачем суетиться вообще в жизни, при любых проблемах? Просто расслабься. И проблемы решатся сами. Прям идеальная демонстрация. Четкие, согласованные действия в команде. Так вот. Сейчас перед прицелом были... Хотя было бы неплохо для начала научиться согласовывать действия с самим собой. У меня так недавно было. Я прям играла, и у меня все время тиммейты перед прицелом вылазили. Меня настолько это взбесило. Я уже говорю, пожалуйста, не вставайте перед моим прицелом. И по итогу я своего тиммейта все-таки прострелила. Потому что, блин, вот представьте, я стою, передо мной тиммейт туда-сюда. И враг стреляет в меня. И, соответственно, я не могу стрелять из-за своего тиммейта. И враг меня убивает. А тиммейт уже убивает его. И меня так это взбесило, что я по итогу реально своего вынесла. Ну, жопа у меня всполыхнула в той катке. Я не знаю, как так совпало, что вот именно в одной игре это все происходило. При том, что тима была моя. Мы играли несколько каток. Но именно на этой карте, на Мираже, в этой катке все вот так вот складывалось неудачно. Он просчитался везде. Пиздец. Чисто, когда насмотрелся в интернете гайдов по прокидкам. Да! У нас тоже недавно так было, кстати. Вообще говорят, что боты... У нас недавно так было. Один челик в тиме говорит, что я выучил все про киды, сейчас я буду раскидывать дым и кидать дымы. И ему, так как тима наша, тактично говорят, что слушай, давай ты без дымов. Вот посмотришь еще потом, как там что кидать, пока не надо кидать. И он продолжил их кидать, и по итогу на него там поманули ребята. В играх ведут себя как-то нереалистично. Хрен знает, вот этот один в один, как я, играет. Нормально, с кем не бывает. Бля. Вообще бесит, когда NPC, от которого зависит твое прохождение миссии, исполняет какую-то дичь. А там и на агент был, нормально, надо было увидеть. Бля. Два вопроса. Во-первых, подруга тех, кто учил так двери открывать. Блин, я... Это что, мать, раз... Я вспомнила видео Масленникова, Но последнее, которое я смотрела, как у него там двери открывались постоянно. Крювостан, и когда открывается, издает не скрипы, а драконьи крики. По десять раз упражнение делай. Такие руки еще длинные. Я уверен, этот чел разорил бы мистера биста, если бы тот дал ему минуту в магазине. О, да! Кажется, он свою девушку обнимает как-то так. Хотя, зачем вообще девушка с такими-то руками? Че, а ты летать не пробовал? Даже Боинг позавидовал бы твоим крыльям. А какая гибкость! Основная причина, почему человечество перешло на автомобили и мотоциклы, кроется далеко не в том, что это выгоднее или практичнее, А в том, что предыдущий наш транспорт восстал против человечества. Так, как этих людей. Не взлюбила прям это лошадь-чело. Это самое ж... Блин, ощущение, как будто это какой-то мод агрессивный, и в РДР поставили. Типа на агрессивное поведение лошадей, ведь его же одна лошадь, вот так вот, кибербабулит. Есть ощущение, что эта коняка посмотрела мой гайд по UFC. Походу, всё-таки материал попал в руки врага. Если еще можно расценить, как единичные эпизоды мятежа, то тот факт, что они действуют, сообщают и образуют ОПГ, уже говорит о системном характере борьбы. А я вот всё хочу на лошади покататься, попробовать. Это парнокопытная атака. Прям синхронно. И после долгой борьбы за свои права, лошади победили, теперь ведут роскошный, порой распутный образ жизни. Как же хорошо, что сейчас снег начал таять. Слушайте, самые страшные скримеры обычно в тех играх, где их, по идее, быть не должно. Дааа, это жизненно, он мне такой в контрибово. Слушай, он там забыл, нахуй. Ну так вот, зас... Я понимаю, мне порой жалко моих тиммейтов, когда я играю в кс-ку, потому что неожиданно враг вылазит, и я реально визжу на всю. Это страшно. Смотрите вот эту дичь. Что? Скебеди, доп, 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 ес, ес. О, это уж че-то иное. Что за сумасшествие? Какая хрень. Какая стрёмная хрень. А кому-то еще скибеди туалета не нравится. Он летает. Не смотрели это видео. Хотя, вот у меня были иногда мысли, знаете, вот как-то так камеру ставить. Я видела просто у кого-то из блогеров, и раньше так делала. Че думаете об этом? Можете написать в комментах. Что? Не очень в порядке. Ну а на этом все, народ. Я надеюсь, мне удалось поднять вам настроение. Если это так, то лайкомат внизу. Также дайте знать в комментариях, как это было. Я обожаю его видео. Но, к сожалению, реакции то ютубом блокировались, то желтые значки кидались, то 18+. А потом как-то с вашей стороны я увидела то, что интерес спал. И мне это обидно, потому что контент, во, классный, позитивный и всегда поднимающий настроение. Поэтому все зависит только от тебя. Ты знаешь, что нужно делать. И пока!